Дух Сви-бай-бай Выполняй свою работу Ной Да Поспешим и ждать не в силах бой Так Чтобы вьюга нас носила кровь На Вывози Кривая в небо слов На Не глухаты И не слепа Из-под ног Земля бежит В предвкушении дрожит Тела Привет! Мы сейчас находимся На берегу Ладожского озера Во Владимирской бухте Сзади Прекрасный Мыс Роговой Сейчас Поднимемся выше Вот туда И Узрим Прекрасный Интересный Объект И Знаем Кое-что Из Недавнего Прошлого Ладожского озера Телу светом не поспеть Не Подпрыгнуть Не Взлететь Значит Здесь Ему Скорбеть До скорой встречи Мы Мы сейчас Отошли От Ладоги На несколько сотен метров В сторону Материка Скажем так Туда Сейчас Место в котором мы находимся Обозначено красной точкой На топографической карте Маленький кусочек я взял Вот Собственно взглянем пока На карту топографическую Что мы видим Мы видим Классную Грядку Такой Формы Сосискообразной Ну Собственно И все Вот Эта грядка Она Представляет Просто Какой-то Не знаю Такой Жуткий Интерес Из себя Потому что Ну По карте Грядка Да Ну то что мы сейчас увидим Оно Будоражит Будоражит Меня во всех местах Вот Чуть-чуть отошли с дороги И первое что Бросается в глаза Это Террасовые уровни Они маленькие Совсем Такие Никакие Но они есть Если видно Блин не видно Наверное Вот раз уступ Потом Вот поверхность пошла И Второй Уступ Тут Что-то Не очень видно Много деревьев Посмотрите Что Впереди Вот мы Поднимаемся Собственно К подножию этой гряды Во-первых Это Потрясающий Пейзаж К сожалению Здесь был пожар И все выгорело Но Вот эти вот валуны Раскиданные Которые Не могут Задерноваться Вообще Они Мне очень нравятся Здесь очень красиво Соответственно Чем же примечательно Это место Сейчас мы взглянем На геологическую карту И увидим Да Что это Просто Моренная гряда И Вот Такой вот Кусочек Голоценовое Озерное Отложение Собственно Тут В этой гряде Читается Недавняя История О нашей Ладоги Сейчас Мы находимся На Древнем Пляже Ладоги Вот Это Вот Был пляж Точно Такой же Как Современные Пляжи На Ладоге Тоже Завалены Валунами Вот Сейчас Мы подходим К урезу воды Так скажем Здесь Плескался Ладожский Прибой До Образования Прекрасной Реки Невы То есть Порядка Двух с половиной Трех тысяч лет Назад Конечно Сразу Оговорюсь Это одна Из Теорий Возможно Невы Вообще Никогда не было Либо Она текла Десять тысяч лет Назад Но Примем Вот такую Концепцию Что Вот Это Урез воды Ладоги Три тысячи лет Назад Это Где-то тут Порядка Пятнадцати Двадцати метров Выше Чем Современный Уровень Ладоги И что мы видим Кучу валунов От Вот Этого Тылового шва В ту сторону Мы видим Падение Низ рельефа И этот склон Он Террасированный Соответственно Когда Нева У нас Прорвалась Образовалась Водичка Стала Потихоньку Утекать Собственно Что на геологической карте Вот это вот Голубое пятно И показывается Здесь был Залив Ладожский Вдающийся туда Глубоко В сушу Вот у нас Первый Уровень Ну Такая Террасовая Ну такая Ступенечка Плавная Вот И пошло вниз Сейчас Вот мы увидим Более Выраженный Уступчик Вот Видно Да Хоп-хоп Перегиб Вот Видно Да Дальше Террасовые Уступчики Идем Вот Он Следующий Перегибчик Спускаемся Ниже Вот тут Береговой вал Возможно Не знаю Вот Хоп Опять Пошло вниз Дальше Спускаемся И Вот Еще одна Терраска Да Видно Еще один Уступ Вниз Туда К дороге То есть их тут раз Два Три Я их тут до пяти штук Насчитывал Что эти террасы Значит Я могу только предположить Что Когда Ладога Уходила отсюда Ладога уходи Сказала Нева А Она Она Оставляла Эти террасовые уровни Да и все Собственно Собственно Вот так вот Какая-то там Грядка С камушками Может нам Поведать О рождении Реки Невы Ну то есть конечно Непосредственно Ни о чем она нам не ведает Но Можно связать Эти два события Камни Вот тут живые Сейчас мы по склону Наверх Поднимаемся Просто Классное место Место Примечательное еще тем Что Здесь живут Духи Какие-то И Каждое лето Толпы народу Тут Ходят Вяжут ленточки На деревьях Медитируют Там снизу Гигантские лагеря В барабаны Бьют Надеюсь Наверху Никого не будет Там есть Круг Из лунов Наверху Который Сделали Древние цивилизации Сейчас мы на него Посмотрим На этот круг Место Потрясающее Тут действительно Какая-то Энергетика Классная Тут просто Хорошо А еще Здесь На склоне Вот Там Вот Где лес Фигова туча Грибов Вот Цветочечки Аккуратно Чтобы их не потоптать Ну Какашки Чей-то Смотрите Это не в тему Но Все Всегда Спрашивают Что это за фигня А Ничего Это просто Шеврон У сосны Такой Живицу Собирают Для сбора живицы Так вот Она тут Стекает По надрезам И Ее собирают Выглядит Не очень Но Дерево остается живое Такой Щадящий Режим Посмотрите Вот Видна Владимирская Бухта Потрясающий Пейзаж Я здесь очень много раз был В том числе ночевал Шлялся тут ночами Зимой Что-то Духов я не видел Почему-то Странно Вот посмотрите На самой поверхности Этой Гряды На самой Ее бровке Лежат Отпрепарированные Волуны Может быть Они и не отпрепарированные А Так и были Тут сто лет в обед Ничем не перекрытые Вот Они тут В одном месте Сволунились Ну и Лежат собственно Прикольные Волуны Больше Таких Тут Нигде нету Ну вот видно Да То есть тут Все Из валунов А теперь Откуда Взялась Вот эта Гряда Вот эти все Волуны Помимо того Что здесь был Берег Ладоги Да Как оно все Вот так образовалось Ну Гряда Как видно Да Из чего она сложена Лютые валуны Размером С Большой автомобиль Мы сейчас на таком И стоим Гряда Моренного происхождения То есть это был Такой Навал Ледниковых Отложений Свал Навал Не знаю Его конфигурация Сарделькообразная Наверное изначально Была где-то близко К этой Но Естественно Она подверглась После ледника Какой-то эрозии Да Размыл Как видно здесь Но Размывался из нее Только рыхлый материал Вот это Все эти валуны Представляют из себя Вымытый из тела Морелы Материал Называется Перлюрий Собственно отсюда Все эти валуны Взялись Раньше они были все В теле этой гряды И Тело Этой гряды После ледника Приледниковые водоемы Еще существовали И Ладога В том числе Уже современная Она Подразмыла Собственно Весь песок Унесся Туда На пляж Где сейчас отдыхают Эзотерики А Каменюки остались Вот и все Все просто Пару слов о Склоне Этой гряды Вот такой вот Открывается Здесь вид Вот Склон Видно Да Вот такие вот Вот они Два Таких конуса Это собственно Не Перлюви Вымытый Древней Ладогой Из этой Морены Это склоновые Современные Отложения Гравитационного Ряда Камушек Под силой Под действием силы тяжести Катится вниз А почему он катится вниз Потому что Дождичком Он вымывается Из Песочка Или чего-то там А потом Катится вниз Обратите внимание Да Так Это абсолютно Везде И Нормально Камень Ты как там Нормально На Самом верху Да У нас маленькие Камушки И книзу Книзу Фракция Увеличивается С чем Это связано С тем что Большой камушек Может дальше Скатиться Нежели маленький Потому что он тяжелее Вот такая вот Красота Чуть не упал Подводя итоги Хочется Сказать Я с этого не начал Закончу этим Что Геологическая история Карельского Перешейка Ладожского Озера Ну и Финского Залива Они После ледника В Голоцене Были очень сложные Существовал целый ряд История была очень сложная Существовал целый ряд Водоемов Морей Озер Море Озер Озер Море И сток По Ладоге И из Ладоги Происходил Через его Северо-западную часть Финский залив По линии Приозерск-Выборг Примерно вот так По проливу этот назывался Гинейокский По названию Поселка Хинейоки То есть Вещево Где Находится водораздел Между Ладогой и Финским заливом Ну в общем Сток шел Весь туда В ту сторону Вследствие Неравномерного Поднятия территории Ну Именно сейчас Будем говорить о Карельском Перешейке Да После ледника Компенсационная Компенсаторная Или компенсационное Поднятие Так называемое Когда ледник Продавил Землю Территорию А Ушел И Земля начала Обратно вверх Подниматься Типа Ледник свалил Зашибись Вот Северная часть Карельского Перешейка Она поднимается Быстрее чем Южная Ну скажем Южная вообще не поднимается Вот Где Петербург Да у нас находится На юге Перешейка Там Поднятие Ноль А Северная Поднимается Со скоростью Вот сейчас уже А она постепенно угасает С ледника В течение всего Голоцена Она сейчас поднимается Четыре с половиной миллиметра В год И Просто Котловина Котловина Ладожского озера Вот так вот Перекособочилась Как корыто И Вода Которая Раньше Вот тут вот Была Она Начала уходить туда К Неве Современной Соответственно Уровень Тогдашней Ладоги был Где-то 20-21 метр Это на 15 метров Больше чем сейчас И Началось Такое мероприятие У нас Которое Известно Как Ладожская Трансгрессия Пошла Вода на юг Затопила Огромные территории Она Сейчас Откартирована Можно посмотреть Пошла По Вода Пошла Соответственно По самым нижним частям Это Скорее всего По руслу МГИ Тогдашней Да Потому что МГА Впадала в Ладогу Как бы Затопила И пошла дальше Потому что Воды то Немерено Через водораздел МГИ И Тосны Где сейчас Ивановские пороги находятся И по руслу Тосны Пофигачил Афинский залив Возможно Все было по-другому Но мы придерживаемся Этой точки зрения Соответственно Уровень Ладоги Начал падать И Все то О чем Я Рассказывал В начале Оно И оставило Вот эти Прекрасные Терраски Вот этот Чудесный Волунный Пляж Ну и собственно Вот так вот Все и было Оно 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 Оно